привет друзья сейчас расскажу вам о наших участниках и сотрудниках великолепных школ человек будущего вот видите вот здесь вот на картине наташа пишет книгу почему я ее сегодня поставил потому что наташа книгу закончила слова тебе господи я поэтому сейчас приготовил картину свет сразу за картиной наташа пишет книгу поздравительную картину который я обычно поздравляю всех каким-то праздником я посылаю им эти цветы с поздравлением это называется цветы для поздравления а приходил ко мне влад я говорю глаз слушай огромное тебе спасибо ты так поддерживаю школу потому что я еще заканчиваю книгу мне надо до 1 сентября не сдать в издательство ст надо распечатать по новой сделать фотографии картин но влад конечно помог мне сегодня весь вечер ну герой герой ну влад у нас герой и он сделал такие фотографии я когда на них посмотрел я вдруг сразу вспомнил слушать их не постоянно особенно дамы пишут в личке в личке они обычно комментами не пишут под ютубом почему-то не знаю почему личку пишут какие у вас картины какие они они отдохотворяют они там дают но новое дыхание новое новое ощущение я смотрю на жизнь после этого лучше как там я чувствую что есть хорошие вещи есть ну короче говоря мне это дает такой бальзам на душу поэтому я хотел сказать об участниках нашей школы конечно хочется чтобы было больше и больше ну как конечно надо подписываться и не только в личку писать но в личку мне дали такую идею я значит владу говорю слушаю мне там постоянно пишут особенно дамы но они более чувствительные отзывчивые эмоциональные более трогательные такие конечно может эти картины мои трогают и вот когда влад сфотографировал мои картины для книги я вот сейчас смотрю на них я их на экране вижу сейчас слушай я такое большое дело сделал месяц владом почему я благодарю наших участников школ мы вместе сделали такое дело я сейчас смотрю на эти картины и дома я даже владу говорю слушай у нас там много проблем с этими деньгами потому что мне постоянно говорят о чем свои картины не продаете или еще что-то такое но я же не бизнесмен я не умею это делать я говорю слушай давай откроем магазин и по копеечной цене продавать эти изображения потому что мне постоянно все пишут в личках пишут постоянно что эти картины ваши обладают таким целебным свойством я прямо смотрю говорит на них и медитирую в них сила есть мне там написали них сила есть ну короче я думаю вот давай говорю мы сделаем с тобой вот и смотри ты пришел мне сделал праздник ты сфотографировал мои картины и они выглядят так чудесно другие люди смотрят на них и пишут мне в личке о том какие они чудесные и как им это дает вдохновение в жизни ну как вообще искусство для чего и служит как говорил великий художник что искусство для того чтобы страхивать пыль с обыденности до пикассо пикассо на самом деле и театр для этого нужны и кино для этого нужно чтобы страхивать пыль с обыденности чтобы жизнь она была не только из заботы не только из стрессов и суеты там и так далее чтобы действительно человек отрывался погружался в свои фантазии в свои мечты видел там свет концы туннеля потому что в этот момент когда он смотрит на настоящие шедевры искусства у него включается эндорфины у него включается внутренняя аптека и он начинает жить по-другому начинает чувствовать по-другому я говорю вот давай сделаем такой магазин сайт какой-то сделаем действительно мне женщины подсказали эту идею они же в принципе как-то лучше меня соображают я же мужчина я не очень в этом разбираюсь они говорят они медитируют эти картинки ягод погружаясь медитацию у нас как раз ключ для тех для тех которые не умеют медитировать потому что у них зажатый сневномышленные зажимы и страхи комплексы стереотипа вот мне вчера но спать не дает парень он из нашего дагестана родного моего там вселение ему пригрезило что у него коронавирус и он меня все время долбает и долбает что он дышит тяжело вот он поднимался на какую-то горку там у него два ягненка он их пасет там на семью кормит таким образом вот у меня дышка пошла и он твой по интернету порылся и присылает мне оттуда всякие картинки как рак легкого там это самое я ему пишу всю ночь слушай ты меньше смотреть их картинок потому что ты вместо того чтобы грузиться хорошим гружится плохим любой студент мединститута переболевает когда он прочитает терапию какие болезни есть студенты внушаемые еще жизни не видели нестрелянные воробьи и друг у него чо ёкнет он начинает думать а может у меня это у меня может это ты говорю тоже и умрешь ты не от рака я говорю а чего я гайту урон испугался от орфографической ошибки есть такой юмор не учитесь и лечиться таким образом ну что вы делаете зачем вы все время эту гадость смотрите это же не для вас это анатомию смотреть как сосудик там там он еще мне картинки прислал как тромб там легкий господи тему я говорю слушай лучше моей картине смотри или слушай одесские анекдоты ну надо же себя заряжать позитивным не ш adaptive все время себе негативным но можно так делать мирная системы устроены что от намred системы зависит иммунитет что от нашего настроения зависит концентрация эндорфина местное адреналина от нашего иммунитета зависит и с р przykład sche Dirich с учебой начале ciclo on the У нас есть ключи, в принципе, те люди, которые медитировать не могут, с помощью ключа они легче медитируют, в релаксацию ходят, перенастраиваются и так далее. Вот эти картины, я Владу говорю, слушай, это же на самом деле. Мне женщины подсказали, которые участницы нашей школы, что они помогают им жить. Так, слушай, давай сделаем. Мне одна же еще давно-давно, много лет назад, Артем Тарасов, Первый миллионер СССР говорил, а ты пиши, что твои картины лечебные. Ну, я так не могу писать, я же не аферист, слушай. Я говорю, Артем, я так не могу писать. А вот сейчас годы прошли, и поскольку сами же люди говорят, что они обладают лечебным эффектом, я поэтому и думаю. И сказал Владу, давай сделаем магазин из-за бесценок. Изображение наших картин. Кто хочет, он говорит, ну я подумаю над этим сайтом. Ну, Влад же он у нас такой, молодец, он в школу ведет, я его попросил, давай подумай. Ну и пускай будут какие-то денежки, нам же надо там жить каким-то образом. У нас Катя там в Украине все время помогает, Голованова все время помогает, она распечатывает наши видео для книги. У нас Наташа в Белоруссии, вот Наташа еще раз привет, и вот я тебя поздравляю. У нас много-много, у нас Маша, у нас Лена, у нас Ира, у нас Калининграде, у нас Чикаго, у нас Милане. У нас много-много людей, которые на самом деле, вот сделаем мы такой магазин, сделаем мы это. И, короче говоря, я еще раньше говорил, что участники школы Homo Futurus могут с помощью школы и продвигаться, да, и друг другу помогать в наше трудное время. Я буду думать о том, как нам сделать такое, чтобы нам всем выжить и помочь близким, и помочь близким, да, не только вот так психологически и антистрессово так себе помочь и всем. А научиться делать такие неординарные решения, вот я с одной сейчас фирмой провел им несколько занятий, не буду называть, что за компания, очень серьезная. О том, что провел я им 4 занятия по часу, но они абсолютно новички были, вообще не знаю, что такое ключ. Я им провел, и сейчас я им говорю, готовьте какую-то задачу, которая вам необходима ее решить вместе, а то всегда коллективный будет мозговой штурм, и мы вместе проведем мозговой штурм. Они неделю думали, какую же задачу, которая волнует каждого в этом коллективе. Ну, искали, оказывается, получается, что коллектив работает, работает там на зарплате и все прочее, причем у них больший коллектив и большие зарплаты, ну, это не буду говорить, в общем, важная такая команда. Но оказалось, что они думали над этой задачей, оказывается, не так просто, что же в коллективе волнует каждого, и чтобы это было общее волнение. Ну, вот теперь они мне позвонили, сказали, в среду, вот в эту среду, в 7 часов я буду с ними работать, и мы будем с помощью ключа, который они уже освоили за 4 занятия, я буду показывать психотехнику, нау-хау мозгового штурма, чтобы они все составили коллективный мозг, как две половины мозга соединяются синергетически в момент решения, в поиске неординарного ответа, в условиях дефицита времени, когда цит-нот. Ну, да, это вообще для всех было бы полезно, и мы как-то со школой все соберемся и устроим мозговой штурм, и мы придумаем, как выжить в этих сложных условиях сегодняшнего дня кризиса, когда люди нищают, когда денег ни у кого нету, и когда страхи такие, пойдет вторая волна коронавируса, не пойдет, и вакцинация пойдет, не пойдет, отобьются ли люди, наконец, от этой глупости, которую нам пытаются навязать или нет. Ну, короче говоря, я все сказал, что я думаю по всем этим темам, между прочим, но я так очень мягко говорю, вы между словами, как между строчками должны услышать все мои позиции, как основатели школы Человек будущего Homo Futurus, как я отношусь к этой вакцинации, к этому коронавирусу и к искусству. Вы должны услышать между строчек. Я, между прочим, не политик, политикой не занимаюсь и не хочу этим заниматься. Ну, политики-то у меня обучались, в большом количестве депутаты обучались, и поэтому я между строчек умею говорить, чтобы меня там за что-то не зацепили, чтобы вам потом, друзья, для меня сухари не сушить. Потому что скоро я собираюсь выдать национальную идею России, как генератор будущего, как генератор будущего. Посмотрите, какие словосочетания. Национальная идея России – генератор будущего. Да-да, и там я изложу, Федор Редактор, ну, манифест назовем или статья, ну, там 400, нет, 40-50 страниц этого манифеста. Там такой мощный анализ, почему происходят вот эти войны, кризисы, почему происходит падение образования у нас, медицины, что там такой анализ дан, и поэтому вот, конечно, я очень доволен, опять возвращаюсь к Владу, Влад, привет, он, наверное, уже до дома добрался, привет, посмотрит наше видео. Я очень доволен, что у нас такие участники школы, у нас потрясающие люди, друзья, потрясающие люди, и мы все друг другу можем помочь, и, между прочим, помогая друг другу, помогая себе честным образом, честным образом, никого не обманывая. Именно мы модель этого будущего. Школа будущего – модель будущего, потому что мы, в принципе, обучаемся там говорить по-человечески, по-человечески. И ищем пути выживания, выживание честным трудом, творческим трудом, созиданием, созиданием. Это очень важно, то, что я говорю, очень важно, потому что я сегодня смотрю в интернете, вот этот перекос, перекос в сторону ради денег можно сделать, все, это неправильно. Потому что, если ты умный, где твои деньги, это неправильно. Потому что девушки сейчас уже начинают подчинять свою этику и подчинять, значит, свои эмоции. И уже какое-то время это продолжается, лет 10-15 я наблюдаю. Влюбляются именно только в богатых, находят себе объяснение, почему они влюблены, но по-настоящему влюбляются. Это же интересно. Классистскую литературу мы забыли читать, да? Вот это интересно. И чем это кончается, когда мы впереди всего ставим деньги. Ну, поскольку мы вот такие люди хорошие, поскольку я учу всех тоже, будучи я старше по возрасту, поэтому я учу, вот, имею право, так сказать, и картины хорошие рисую. Вот сейчас вот мы сделаем так. И выпускаем сейчас и национальную идею России, генератор будущего. Потому что на самом деле Россия между Западом и Востоком, и как сделать междисциплинарный, синергетический диалог между ментальностями разных культур, для того, чтобы создать образ будущего. Без образа будущего, без этого света в конце туннеля трудно выживать каждому. А когда все вместе будем знать, ради чего мы живем, ребята, друзья, посмотрите, что сейчас будет. Да, уже все почти готово. Я хочу сказать тому парню, который мне звонит все время, что у него опухоль может быть, что у него коронавирус может быть. Пусть посмотрит сегодня. Еще раз, еще раз говорю, перестань смотреть в интернете про все болезни. Ты мнительный, тревожный. Все, что ты видишь, ты себе грузишь. Грузи себя хорошим. Бери наши картины, смотри. Бери наши видео, смотри. Я когда вот это выступаю сейчас, о школе человек будущего, потому что я тысячи, тысячи лет представляю, сколько люди бились над этим. Ведь раньше даже люди не знали о том, что есть неврозы. Они не знали о том, что есть неврозы. И сколько людей страдало этими паниками, страхами, этой тревожностью. А не было в медицине классическое. Это потом только появилось. Да, потом появилось. А как эти люди жили? Ведь это не сейчас появились они. И во время Великой Отечественной войны они были. Не надо говорить, что их не было. Невротики, они бывают. Бывают. Даже будет коммунизм, допустим, даже будешь ты миллиардером. Ко мне сколько приходило людей, замминистра, ну не буду говорить какого. Потому что уж ему было бы стыдно быть невротиком. Но он с паниками ко мне приходил. Ну вы представляете? Это у всех может быть. Это не грех какой-то. Это сосуды барахлят. Ну потом неправильно лекарства назначают. Потом зависимость как от водки. Потом он без этих лекарств, когда их снимает, напугается, что лекарства плохо действуют. Где-то прочитает. Он теперь их снимает. А когда снимает, у него новые пики этих напряжений. Обстиненция, ломка, как у наркомана. Ну короче, понятно, это все были. Поэтому мои картины, друзья, как мне пишут в личке. Да вы не в личке только пишите. Вы в личке пишите, любимые мои, родные. Вы в ютуб продвигаете. Пишите комменты. И не обязательно там для продвижения ютуба, чтобы вы меня хвалили. Не надо меня хвалить. Я этой славы вот столько видел. Вопросы задавайте. Конструктивные идеи. Как нам всем выжить. Да. Я-то придумываю, потому что ключ помогает мне. После того, как он мне в мозге сегодня раздолбал. Извините за выражение. Мне Влад сегодня спрашивает. А у вас бывает такое, что вы нервничаете? У вас же ключ есть. Я, конечно, нервничаю, как любой человек. Это же эмоциональное состояние. Меняются эмоции. Это точки зрения меняются. Обстрела проблемы происходят. Чем эмоциональнее ученый, допустим, тем у него больше круг обстрела своих проблем. Они очень эмоциональные люди и очень сосредоточенные люди. То есть сразу их точки зрения смотрят на проблему. И я поэтому очень быстро проблемы обрабатываю. Потому что очень эмоционально. Но когда я говорю, что мы научимся использовать энергию стресса, как я научился сам, я буду объяснять вам, как это делать. Для того, чтобы не замкнуться на стрессе. Когда у вас вдруг какой-то приступ. И вы раз. И вот это как бомба, которая над вами. Сейчас вы умрете. Такое ощущение. Вот ты слушай меня. Слушай, там в Дагестане, в горах слушай. Когда ты думаешь, все, все, все. Вот сейчас такого раньше не было. Потому что последняя бомба всегда кажется самой страшной. Ты забыл, что буквально 2-3 месяца назад. Ты с этим состоянием, когда ко мне вышел, что у тебя такое состояние. Мы с тобой немножко пообщались. Потом ты поехал в Махачкалу. Потратил там деньги на эту поездку. Врачам. Там тоже люди без денег сидят. А им тоже надо как-то заработать. Ну, это ужас сегодня творится. И тебе вдруг сказали то, что я тебе сказал тогда в интернете, что нет у тебя этого. И тебе сказали там после обследования, что нет у тебя этого. Ты 2 дня был какой счастливый. Ты забыл? Забыл. Потому что сейчас, когда ты немножко опять что-то у тебя там прихватило, опять ты вдруг стал об этом думать. Поэтому надо вспомнить, я тебе специально об этом сейчас говорю, вспомнить, что вот это состояние, когда тебя схватило, и тебе кажется, все, ты сейчас помрешь, будет инфаркт, будет инсульт. Вот это стресс. А просто нервничать там, поругался там с кем-то там, ну, на детей наорал там или еще. Это какой стресс? Это бытовая ситуация, обычная. Это, пожалуйста, это всем дозволительно в рамках какой-то нормы, бытовой, так сказать, когда тебя никто не слышит. А стресс, я имею в виду, настоящий. И вот эту энергию настоящего стресса, когда тебя замкнуло, когда ты не знаешь, что делать, тебе кажется, что все, вот сейчас мир рушится. Все, вот это как переводить. А там такой потенциал, такая энергия. Этого никто в мире не делает. Все люди боятся стресса, защищаются, снимают стресс. Это мы умеем делать, стократно лучше. А вот как ее переводить именно на новые достижения, чтобы... Я вот, ты мне вчера ночью звонил, писал, и мозги мне долбал. Я вот умею, я переключаюсь. У меня есть там уже такой этот генератор, куда она переключится, о чем подумать. И мы вырабатываем это у нас на вебинарах, на разгрузке с перезагрузкой. Новый навык. Вот стресс. Плохо, я думаю, вот сейчас вот ты мне мозги задолбаешь, я не смогу завтра Влада принять, не смогу ни книгу дописать. Ну, всю ночь, подолбают, и все. Ну, и вот я в этот момент ищу фазу, ищу фазу, я вас потом научу. Ищу фазу, между основным годовствованием нахожу, и себе представляю, что вот завтра и обязательно у меня будет праздник, потому что будет новое открытие, новое достижение, новое изобретение. Раз, и в какой-то момент я начинаю в это верить. А когда ты в это веришь, и у тебя так и получается. И вот пришел Влад, и у нас все получилось. Праздник он мне устроил. Он так сфотографировал картинку. И у меня изобретение получилось. Я ему говорю, давай, Влад, сделай в магазин. Да мне это в голову не пришло. А вот он стресс мне нагнал, а я этот стресс перенаправил, и сейчас я так выступаю. Видите, я сколько сказал? О разгрузке, о перезагрузке, о том, что вы тоже научитесь. Любой стресс, когда вас замкнет, тогда вы будете думать, что все, все пропало, пожар случился, дом потерял, денег нет, или сердце заболело, ехнуло, не знаешь, как вдохнуть, выдохнуть, застыл, онемело, и ждешь неприятности, а это как раз таки фиксация внимания на негативном ожидании. Так оно так и бывает потом, инсультик. А если вы этот момент раз переключил, и знаешь, о чем подумать, и я вас научу, то вы тоже сделаете себе и в магазин, вы сделаете себе картины, и вы придумаете, как эту ситуацию использовать, для того, чтобы решить массу вопросов. Давайте помогать друг другу. Честное слово, это очень интересно. Самое главное, вместе мы сила. До встречи, друзья.